Добрый день всем еще раз. Меня зовут Обчинников Антон. Я работаю в университете Вирджинии в бизнес-школе Дардер. Это недалеко от Вашингтона одна из лучших бизнес-школ в мире, на мой взгляд и по мнению многих. Я родился в Красноярске, поэтому мне очень приятно быть здесь и открывать на самом деле мероприятия подобного рода в Красноярске. Действительно очень приятно. И вот поэтому, как бы сочетая в себе свою натуру профессора в бизнес-школе и одновременно в Красноярске, я решил рассказать не столько о своей научной работе, пожалуй, сколько о каких-то вещах, которые сочетают то, что я делаю в Америке, с тем, что может быть интересного. И я назвал свой доклад таким образом. Три тренда в бизнесе и обществе, которые меняют нашу жизнь. И эти три тренда следующие. Первый тренд – сервисизация, второй тренд – экологическая революция и третий – цифровая революция. Что такое сервисизация, наверное, проще всего объяснить на примере. Вот когда вы идете в магазин и покупаете там сверло, то вам на самом деле очень редко нужно само сверло. Как правило, вам нужна дырка. То есть людям не нужно 6-мм сверло, им нужна 6-мм дырка. И вот понимание этой очень простой идеи о том, что при покупке товара человеку редко нужен сам товар, гораздо чаще ему нужна услуга, которую этот товар предоставляет. Вот понимание этого довольно простой вещи, оно, в общем, кардинально меняет бизнес-модели и меняет поведение потребителей. К примеру, вот в товарной модели компания Xerox продает копировальный аппарат. Но людям, если честно, не нужны копировальные аппараты, им нужны откопированные страницы. Необходимость утилизировать этот аппарат в конце его службы, необходимость его ремонтировать и все прочее людям не нужны. Им нужны копированные страницы. Компания Бреттон-Витми продает авиадвигатели в товарной модели. Но опять же, авиакомпаниям не столько нужны двигатели, сколько возможности поднять самолет, провести его и потом посадить. Поэтому в сервисной модели эта компания сейчас продает летные часы вместо продажи авиадвигателей. И вот это довольно простое понимание меняет бизнес кардинальным образом. К примеру, Xerox продавая напечатанные страницы, продавая аппараты, Xerox может заработать деньги на продаже аппарата и на ремонте этого аппарата. И такая же история с авиакомпаниями тоже. Но продавая напечатанные страницы, заработать деньги на ремонте он уже не может. Поэтому Xerox понимает, что им необходимо сделать товар более качественным. Чем меньше он ломается, тем больше Xerox зарабатывает денег на напечатанных страницах. С другой стороны, тот же самый Xerox или Братен Уитни понимает, что рано или поздно этот товар вернется к ним обратно. Поэтому уже на момент дизайна продукта фирмы понимают, что когда придет к ним обратно, что они смогут сделать с этими компонентами. Может быть, они их смогут использовать вторично и так далее. То есть масса изменений происходит, когда вы начинаете продавать сервис вместо продажи товара с точки зрения фирмы. Им более, не меньшее изменение происходит и с точки зрения покупателей. Например, такая компания Netflix, она вместо продажи 9 дисков продает видеостриминг онлайн. То есть, что это по-русски назвал? Фильмы онлайн. И с точки зрения покупателей это тоже имеет большое значение. Подумайте, что если вы купили диск, вы одновременно купили массовые удобства. Вы можете смотреть фильм только тогда, когда у вас есть с собой диск. Вы можете смотреть его только там, где есть видеопроигрыватель. Если вы хотите посмотреть свой фильм на iPad, когда вы едете в поезде с точки А в точку Б, у вас такой необходимости нет с диском. А с видео онлайн у вас она есть. И вот чтобы дать вам понять, насколько эта вещь популярна среди пользователей, 30% интернет-трафика в США приходится на вот эту одну компанию. На просмотр фильмов online. И таких примеров массы в других отразиях. Компания Better Place вместо продажи автомобилей продает километры проезженные на этих автомобилях. Компания Solar City вместо продажи панелей, солнечных панелей продает киловатт-часы, которые панели установлены на крыше вашего дома вырабатывают. И этих примеров массы в других отраслях, как сказать, менее успешных. К примеру, никогда бы не задумывались в медицине, почему доктор получает деньги, когда у вас что-то болит. По большому счету, тот доктор должен получать деньги, когда у вас что-то не болит. Это то, чего хотят потребители. И вот пример для Красноярска очень интересный. Я вчера об этом думал. Почему вы покупаете зимнюю резину, а не покупаете километр, проезженные на зимней резине? Ведь вряд ли кому-то хочется таскать эту зимнюю резину с собой весной и летом, хранить ее где-то летом и так далее. Все эти вещи, они как бы в сервисной модели могут быть проданы лучше и более удобно. И самое главное, они могут быть проданы именно в том виде, в котором покупатели хотят это купить. И вот эта вся идея, как бы суммируя тренд сервисизации, эта идея продажи, вместо продажи товара, продажи услуги, которую товар вам предоставляет, в общем меняет бизнес и поведение потребителей кардинально. Окей. Следующий тренд. Экологическая революция. В качестве заставки я выбрал вот этот великолепный фильм. Если кто-то его не смотрел, он переводится на русский как «Неприятная правда». За него получили в 2007 году Оскара. О, Оскара, боже мой. Нобелевский. Великолепный фильм, очень интересный, посмотрите, если вы его не видели. Но, опять же, с нашей точки зрения, сейчас бизнес и общество понимают, что нам необходимы инновации для того, чтобы улучшать качество жизни, для того, чтобы продолжать улучшать качество жизни, но с минимальным потреблением ресурсов. То есть экологическую ситуацию можем решить весьма просто, если мы все переедем в пещеры, перестанем пользоваться теплом, электричеством и всеми остальными вещами. Но это не то, чего мы хотим. Мы хотим продолжать улучшать качество жизни одновременно с минимальным потребностью ресурсов. По данным McKinsey Global Institute, очень интересный отчет, если вас интересует, это открывает широчайшие возможности для бизнеса. Потенциал проектов, прибыли от проектов ресурсов сбережения в мире до 30-го года примерно 3 триллиона долларов. Это больше, в общем, по России, если я понимаю, раза в полтора. Из них больший слой этих проектов имеет внутреннюю норму ретабельности 10% выше. В этом отчете есть такая очень интересная табличка, которая показывает, как бы разбивает эти проекты по отраслям и по ресурсам. Я не буду вдаваться в ее детали, но вот таким темно-розовым мариновым слегка цветом показаны проекты, связанные с энергосбережением здания. И опять же, для Красноярска, для Сибири, я думаю, это актуально как никогда. То есть большая часть этих 3 триллионов долларов – это различные утепления и так далее, энергосбережения зданий. Экологическая революция, помимо бизнеса, имеет большое влияние на поведение потребителей. 67% английских покупателей сказали, что они действительно обращают внимание на выбросы, связанные с товарами, которые они покупают. И 44% сказали, что они готовы вместо своего бренда номер один, они готовы купить бренд номер два по их предпочтениям, если у него будет более низкий. И покупатели, и бизнес ждут внятной государственной политики. в области экологии. Очень интересный, яркий пример этому – это то, что произошло в Дорондо. Администрация Дорондо ввела сбор в 5 центов. Это по российским деньгам, что, выбор 50. За пластиковый пакет. И это уменьшило количество пластиковых пакетов, продавших в городе, на 4 миллиарда. На 71% за 5 лет. 4 миллиарда пластиковых пакетов не попали на свалки. Люди изменили свое поведение, они ходят в магазин со своими сумочками. То, как, скажем, 30 лет назад жил Советский Союз, когда люди ходили в магазин с авоськой. Так сейчас живут крупные североамериканские города. И это помогает избежать, и помогает избежать огромных выбросов. 4 миллиарда пластиковых пакетов. Суммируя экологическую революцию, мы понимаем, что мы хотим расти в будущее с минимальным потреблением ресурсов. И бизнес, и покупатели, опять же, готовы менять свое поведение для этого. Следующий трек. Цифровая революция. По данным того же McKinsey Global Institute, в мире существует 5 миллиардов сотовых телефонов. И за месяц у нас на Facebook ставится 30 миллиардов сообщений. И потенциал сбережений от здравоохранения, госправления и других отраслях, он сравним с ВВП таких немаленьких стран, как Испания или Греция. Ритейл может увеличить свою прибыль на 60%. Благодаря чему? Благодаря тому, что они, в общем, знают о покупателях все. Они знают, что если вы провели возле прилавка с сыром 5 минут, а в конце концов сыра не купили, значит, скорее всего, там не было сыра, который вы искали. Да, они могут потом посмотреть, что же именно вы хотите, и предоставить вам товар, который вы хотите больше всего. Иными словами, у нас имеется сейчас беспрецедентный объем данных о том, что, как, когда, где, с кем и так далее мы делаем. И совмещая все эти три тренда вместе, я хотел рассказать вам о нескольких примерах. И один из них, такой немного юмористичный, но весьма рабочий, я назвал «Изобретаем велосипед». Итак, как же нам заработать деньги на велосипедах? Первый вариант – продать каждому по велосипеду. И, так сказать, со своей математической натурой я изобразил это следующим образом. Мы пытаемся максимизировать количество пробных велосипедов, умножить на цену велосипеда минус затраты на велосипедах. Цена и затраты сей, и спрос. Как заработать больше денег на продажу велосипеда? Продать каждому по два велосипеда. Например, горный и дорожный. Вот у меня есть два велосипеда, горный и дорожный. Но в чем здесь проблема? Для того, чтобы продать два велосипеда, нужно произвести два велосипеда. И, конечно, это далеко не идеальный вариант. Идеальный вариант – это продать один и тот же велосипед нескольким людям. Оставляя, как сказать, криминальную подоплевку этого вопроса в стороне, как это можно сделать? Для этого необходимо тем или иным образом продать людям не велосипед, а услугу доступа к велосипеду, что, в общем, и есть, почему люди от велосипеда хотят. И прекрасный пример в компании называется Pixi. Что они делают? Они устанавливают такие вот стенды, где они хранят свои велосипеды. По всему городу после этого люди покупают подписку. Скажем, те, кто там живут, покупают подписку на них. Туристы покупают подписку на день, два или три. И после этого могут пользоваться этими велосипедами внутри города. Я здесь привел примеры из Северной Америки, в Лондоне, в Австралии и так далее. То есть это разрослось в последние годы очень сильно. И все это работает. Ну, то есть сервисный компонент здесь очевиден. Вместо покупки велосипеда вы получаете доступ к услуге, если нет, на велосипеде. Экологический компонент тоже, по-моему, очевиден. Но все это работает благодаря информационным технологиям. Это скриншот с их iPhone app. Значит, как это работает? То есть iPhone знает, где вы находитесь. Вы говорите, я нахожусь вот здесь. Где ближайший велосипед? Ближайший велосипед тут. Куда вы хотите ехать, я хочу ехать вон туда. А где ближайшая станция возврата велосипеда? Она здесь. Берете, нажимаете одну кнопку и на следующий, там, 15-20 минут, вам резервируется велосипед здесь. Она потом знает, сколько времени стоит, сколько времени потребуется, чтобы доехать из вашей точки отправления в точку прибытия. Там резервируется стоянка для этого велосипеда. Опять же, благодаря этой самой application, которая вам есть. И, в принципе, нажимая одну кнопку, вы можете зарезервировать себе весь все это путешествие. Опять же, не забудем, что это очень удобно. Ведь, опять же, езда на велосипеде, она неудобна тем, что вам нужно приехать на велосипеде, и потом уехать обратно тоже на велосипеде. Это очень часто неудобно. А уехать вам, может быть, нужно на метро, в другой, как и в город, или в аэропорт, или куда-нибудь еще. То есть, вот такая-то, такого рода, как бы, сочетание всех этих трендах, оно позволяет действительно менять то, как мы живем. Окей. Следующий шаг в этом процессе – это то, что сейчас называется совместное использование. Подумайте, вот в моем примере с Bixi, эта услуга велосипеда была предоставлена фирмой, эта услуга была предоставлена людям. Что мешает людям предоставлять такие услуги друг к другу? То есть, если у меня есть велосипед, который мне нужно перевезти отсюда вон туда, а вам нужно на нем проехать, то что мешает вам проехать на моем велосипеде? В общем, по большому счету ничего. И эти модели совместного использования в последнее время разрослись просто как грибы. То есть, таким образом, можно снять жилье, можно снять в аренду автомобиль, то же самое велосипед, можно получить кредит. По данным Рэйчел Блоксман, она собрала различные примеры. Этих примеров моря. Я расскажу вам в деталях про один из них. Сервис, который называется Airbnb, это первый в моем списке. Airbnb – это веб-сайт, где вы можете снять комнату, квартиру или даже целый замок у какого-то другого человека. То есть, если у меня есть свободная квартира, например, я хочу ее сдать с четверга по воскресенье, то есть веб-сайт, где я могу выставить эту квартиру туда и, так сказать, всем желающим на мою квартиру сдать ее с четверга по воскресенье. Я вам сейчас покажу несколько кадров о том, как Airbnb рос в Париж. Значит, это 2008 год, вот эта вот полосочка, это река Сена, небольшие розовые точки – это квартал Парижа, который можно было снять хотя бы одну комнату через Airbnb. 2008 год, 2010 год, 2012 год. В 2012 году через этот веб-сайт можно снять жилье на каждой улице Парижа. И посмотрим обратно на мои три тренда. Сервисизация – это как раз то, что нужно потребителям. Им нужно снять комнату, когда они хотят, в том месте, где они это хотят. Экологический компонент очевиден. Появилась масса мест, где можно остановиться, при этом не построено ни одной новой гостиницей. Ну, опять же, там построено много новых гостиниц, но вот этот сервис, он не привел, для него не потребовалось строить новое жилье. Но это уже существующее жилье. Ну и, наконец, все это работает благодаря информационным технологиям. То есть люди знают, где место находится, они могут посмотреть его картинки и так далее. Ну и самое, пожалуй, главное, что тут становится известно, кто сдает жилье, кто снимает жилье. И у этих людей формируется определенная репутация. И, собственно, благодаря этой репутации я могу не бояться снимать комнату. Если я вижу, что 50 других людей там уже останавливались, они писали самые прекрасные отзывы о том, как хозяин или хозяйка квартиры себя вели. И, соответственно, мне не бояться сдавать комнату, потому что если я снимал ее уже много раз, то обо мне известно, кто это такой. Обо мне есть отзывы, что я там, не знаю, не мусорит, ничего не сломал и так далее. Ну и это, в общем, почти все. То есть три тренда, про которые я рассказал. Это сервисизация, осознание того, что людям нужны не товары, а зачастую услуги или, с экономической точки зрения, полезность, которой эти товары предоставляют. Экологическая революция, технологии и одновременно понимание того, что нам необходимо получать больше их заграниченных ресурсов и таким образом улучшать свое качество жизни. И, наконец, информационная революция. Это то, что сейчас у нас имеется весь прецедентный объем данных, в принципе, обо всем, о миле вокруг нас и, более того, о поведении людей. То есть раньше данных, объективных данных о поведении людей до вот этой информационной революции на самом деле было довольно-таки мало. А сейчас у нас таких данных полно. Все те, у кого есть айфоны, в принципе, могут оставить информацию о том, что вы находитесь сейчас именно здесь. Мы можем посмотреть, кто сидит рядом с вами и тогда этих данных полно. И вот сочетание всех этих трех вещей приводит к инновациям как в мир, как в бизнес-моделях, так и в ориене потребителей. И, собственно, вот эти инновации и меняют мир вокруг нас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова